Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстон, а это очередное видео посвященное игре Fallout 4. Итак, друзья, в прошлом выпуске, а он был довольно давно, но если помните, мы забрались на крышу и здесь у нас два здания, в которые мы можем пойти. Вот это вот здание здесь, я даже не знаю на самом деле с чего начать, но давайте наверное по порядку. Вот я оттуда заходил, есть у нас еще вот такая вот вышка, наверняка вот я там, насколько вижу, там что-то есть на крыше, наверное туда можно выбраться на крышу. То есть мне бы хотелось именно подниматься по зданиям вверх, а не опускаться вниз, и мне кажется вот в этом здании нам как раз предложат идти наверх. В общем сейчас отправимся в это здание, может быть потом если успеем в этом выпуске еще и в следующее сходим. Так, Кейт где-то говорит, а Кейт у нас там вот вообще... Так, где у нас Кейт? Она до этого вот там сидела, какая-то израненная, и даже я не мог ей стимулятор вколоть. Вон погодите, это не она? Так, нет, это не она. Ладно, не важно, вот она, она уже встала, воспряла духом. Ладно, Кейт, молодец, пойдем в общем с тобой посражаемся где-нибудь с мутантами. Наверное вот в этом здании Хаб-360, что бы это ни значило. Так, мы на месте. Ты у нас кто? Супер-мутант. Блин, а он живучий. Он еще и залечился, блин, а я еще упал, блин, как нехорошо. Сейчас опять, похоже, там Кейт достанется. Чувак, лови гранату. Больно тебе. Я, блин, его с простой пукалки бью. Ты где-то там, да? Слушайте, а как мне обратно туда наверх залезть? А, вот вижу. Блин, так. Блин, у него здоровье почти не осталось. Вот, отлично. 33 опыта дали. Кейт опять там досталось. У нас Кейт бедный, мы ее нарядили в платьишке, ей бы хотя бы броню какую-то, она бы, ну, не знаю, получше держала бы удар. Так, парень, что у тебя есть? Стремительный автоматический боевой дробовик, да? Похоже. Ну, так-то вроде ерунда. 15 веса, 400 монет дают. Ну, можно продать или выкинуть, если перегруз будет. А у нас и так перегруз будет. У нас 234 из 250. Ну, тогда не будем брать это с собой, хотя повышение скорострельности на 25%. Все это хорошо, но я не бегаю с дробовиками. Так, у него есть лазерный карабин, пробирка, ядерная батарея. Надо было вообще сбегать перед тем, как мне сюда заходить, хотя бы за кадром скинуть все свои вещи, где-нибудь, потому что я сейчас, ну, и так захламлен до предела. Так, давайте вообще осмотримся, что у нас здесь есть. Мешок с костями. Есть лифт. Ну, давайте сейчас пока что на лифте не поедем. Давайте пока что просто так спустимся, посмотрим. Так, это вот, может быть, тот лифт и есть. Патроны для дробовика, железодутня. Опять же, тут вообще такая красота у них. Видно, что кухня, мешки с мясом лежат, знаете, всякие. Так, ну и похоже, здесь больше ничего нет. Дворик кафе. Так, о, привет, друг. Кто-то еще? Так, давай, напарница, помогай. С моей пукалки одному его долго бить. Так, у тебя просто патроны. А у тебя что, дружище? Слушай, тут много прям таких элитных супермутантов, у которых есть вроде как крутые вещи. Вот, весит двоечку, стоит 125. Это уже лучше, тем более он дает больше сопротивления урону, чем моя вещь, да? Вообще сейчас сравним. Это мы возьмем. Крышки тоже возьмем, патроны тоже возьмем. Все, больше нам ничего от тебя не надо, парень. Можно здесь с крыши посмотреть, может быть, там кого-нибудь снизу пострелить. Если, конечно, увидим кого-нибудь. Кейт, ты чего кричишь? Ты кого-то увидела? Где-то там? Лично я вот никого не вижу. Главное не упасть. Боитесь высоты, ребята? Так, ну ладно, я здесь никого не вижу. Пойдемте, в общем, наверное, обратно. Вот здесь еще ящик с патронами, чуть не пропустили. Ну и все, больше, похоже, ничего интересного. Так, здесь идем дальше по кругу, может быть, мы что-то пропустили. Но вроде нет, вроде все. Здесь на первом этаже завалы и есть какой-то лифт. Мне кажется, почему-то вот этот лифт, в который мы сели, да, он вниз едет. А есть еще, по-моему, какой-то лифт, который должен ехать наверх. Вот тот другой, мне кажется, который был повыше, должен ехать наверх, по идее. Так, что-то я здесь внизу мутантов не вижу. Здесь как-то пусто. Опа, блин, мина, черт побери. А я вроде даже не сохранялся. Так, ребят, меня тут недалеко загрузили. Видно, какое-то автосохранение было. Давайте, пожалуй, знаете что, давайте, пожалуй, пойдем наверх. Я думаю, наверху все самое интересное. Я же изначально хотел на крышу выбираться. Вот мне кажется, вот этот лифт, он нас наверх повезет. Так, сейчас, поехали. Так, темнота кромешная. Вот, включилось какое-то освещение. Окей, ты здесь со мной? Ну все, мы готовы, давай. Сели. Готовимся к открытию дверей. Здесь, знаете, здесь иногда лифты довольно долго ездят. Мне кажется даже, знаете, что, мне кажется даже, что лифт на самом деле, он никуда не едет. Нам просто делают такую анимированную картинку, как будто там двери трясутся, свет ездит. И эта картинка может повторяться до бесконечности. А на самом деле, пока мы вот в этой маленькой комнатке, у нас просто загружается тот кусок карты, который будет перед нами, когда двери откроются. Вот как-то мне так кажется. Я не знаю, конечно, я могу быть неправ. Но иногда по этому поводу, мне кажется, поездка на лифте может довольно-таки долго затягиваться. Особенно, наверное, если у вас вообще какой-нибудь там старый-старый комп, то загрузка... О, смотрите, внимание, все-таки там где-то рядом, видать, мутанты, то загрузка может длиться долго. Но у нас, видать, уже какой-то кусок карты, видите, тут табличка внимания пропала. Значит, где-то рядом были мутанты. Значит, мы сейчас действительно проехали мимо какого-то, ну, сектора, а не просто идет загрузка. Так, ну давайте, открывайте уже двери. Мы тут, мы тут скейт уже вообще прям на готове, на стрёме. Давайте пока мясо съедим. Я себе мясо собачатины на хоткей вывел, поэтому могу есть без остановки, пока, конечно, не кончится. Да, этот момент, наверное, можно вообще вырезать. Вот, есть звонок. У меня аж затормозило тут. Да, видать, тут что-то особенное. Так, и это все? Ядерная батарея, супер молот. Крышка. Так, амортизирующая полимерная боевая броня, укрепленный... Так, вроде ничего интересного, да? И зачем мы сюда, спрашивается, ехали? Чтобы посмотреть на прекрасный вид с этой крыши? Ну, что-то я со снайперки не могу... А, нет, вот, могу прицелиться. О, я даже кого-то вижу. Блин. У тебя что-то на уме, да? Ты хочешь поболтать? Конечно. Все, что захочешь. Все, что захочу, значит, смотри, поймаю тебя на слове. Когда Томми приставил меня к тебе, я думала, я тебя возненавижу. И не только потому, что тебя угораздило согласиться на уговор, а потому, что я думала, ты будешь мной помыкать, как прислугой. Но ты обращаешься со мной как с другом. Более того, я от тебя вообще ничего плохого не видела. Не хочу показаться неблагодарной, но твое дружелюбие вызывает вопросы. Если уж боевая зона чему-то меня и научила, так это тому, что никто ничего просто так не делает. Так, что ей ответить? И что мне нужно? Не сравнивая меня с ними, суровое место. Или можно что-то пошутить, сарказмить. Так, что ей сказать? Не сравнивая меня с ними, может быть так? Ты сравниваешь меня с этим отребием? Тамошним неудачником до тебя далеко. Я три года провела в боевой зоне. Там воняло блевотиной и мочой. Но для меня это место стало домом. Крышек мне платили достаточно. У меня была своя койка и горячая еда. Трижды в день. А потом появились рейдеры. Ты их знаешь. Не самый обходительный народ. С этого момента приходилось постоянно быть на чеку. Иначе тебе либо в морду двинут, либо ограбят, либо еще что похуже. Я быстро поняла. Все заработанные тяжким трудом крышки надо пустить на пользу, чтобы упростить себе жизнь. Мне пришлось покупать друзей. Вот я и подумала, что рано или поздно ты выставишь мне счет. Вот, понимаешь? Откуда такая паранойя? Не несите чепухи. Ты ничего мне не должна. Так, что ей сказать? Пойти еще с расспросами, откуда такая паранойя? Или просто сказать, что она мне ничего не должна? Давайте сразу скажем, что ничего не надо. Ты ничего мне не должна. Что-то верится с трудом. Вот, что я тебе скажу. Дай мне немного времени, и я придумаю способ с тобой рассчитаться. Я, конечно, не богачка, но уверена, мы договоримся. В конце концов, друзья мы или как? Смотри-ка, как. Мы уже в новый ранг перешли. Мы уже друзья, оказывается. Так, а там был где-то мутант ходячий, которого я не подстрелил из-за того, что ты со мной очень хотела пообщаться. Вот он. Бабах. Так, блин, кажется, пуля угодила в какую-то решетку, которую было незаметно сразу. Так, ну ладно, в общем, может быть, это и не самая лучшая идея, пытаться кого-то подстрелить с крыши. Да зачем это? Если будем ближе, ниже, то и подстрелим. А здесь на крыше, собственно говоря, больше ничего и нет. Можно, конечно, тут поспать вот на этом спальном мешке. Ну, мы, пожалуй, отправимся назад. Дольше ехали сюда. Вот, видите, назад довольно-таки быстро спустились. Ну, потому что пока мы ехали наверх, у нас загружалась карта общего мира. Поэтому все было довольно долго, насколько я понимаю. Так, бассейн на крыше. Мы же там уже были, да? Или мы были у кафе? Ну, это, в общем, то место, откуда мы сюда пришли. Да? С этого, с бассейна на крыше. А я бы хотел вот все-таки туда вниз съездить на лифте, там, где мы на мине подорвались. Так, где этот лифт был? Где-то здесь. Где-то вот здесь, да? Ну, это, наверное, спуск в самый низ. И нам, скорее всего, туда особо не надо. Вообще, здесь вот эта вся территория этого городишки. Тут целая куча, да, построек, видать, в которые можно забраться наверх через здание. Или там забраться по каким-то лестницам. Так, ну и здесь надо быть осторожнее. Ой, блин, я не то нажал. Случайно гранату зажал бросить. Я хотел зайти... Я уже не помню, как там. На... Так, на контрол, что ли? Как в ввод заходить забыл. На Ку? Да, на Ку. Вот, хотел мины осмотреть, есть или нету. Кажется, больше нету. Так, давайте возьмем этот вентилятор. Ностальгируешь, что ли? Если постараться, можно эту штуковину продать. Да тут все, что угодно можно продать, если постараться. Блин. Черт побери. Помните, я вам рассказывал, что у меня обычно, если я уже подорвался на мине, то ее больше нет. Поэтому я удивлен, что здесь мина взорвалась. Так, давайте съедим собачатина. Может быть, их тут изначально было две мины? Так, вот там какую-то мину нам нашли. Что-то я не пойму, где это. Вот она, одна мина, вторая. Блин, да тут целая куча этих мин. Так, ладно, подходим и деактивируем. Так, и где-то вот... Где-то еще тут была. Вот она. Еще есть мины? Кажется, ничего не видно. Так, теперь можно вроде как спокойно походить, поискать чего-нибудь. Ну, здесь мы уже все посмотрели. В холодильнике ничего нет. Еда мне не нужна. Здесь тоже ничего интересного. И здесь у нас есть выход. Тут на самом деле даже два выхода. Один ведет в театральный район, а другой ведет тоже в театральный район. Что, пройтись? Ладно, давайте посмотрим. Пора повеселиться, блин. Че тут вообще происходит, ребята? Отлично, я так вышел. Сразу какие-то мутанты кругом. Эй, эй, чувак. Так. Да, замечательно. Мы вышли. Где это мы? Это мы просто вышли, да, получается, на улицу. Просто вышли из этого здания на улицу. Знаете, по идее... О, по идее там он гончая вдалеке. Эй, гончая, ты где? Я тебя только что видел. Вот она. По идее, я вот подумал... Вот там было еще второе здание, в которое я хотел войти. Я отсюда точно земли как-то плохо вижу. Но вышли мы, по идее, из вот этого здания, да? Так, Кейт, ты где? Здесь супер мутант. Вижу гончую. Мутанта не вижу. Ну, вон он мост. Значит, то другое здание, это следующее после этого, вот то. Я, по идее, наверное, в то здание тоже могу. Либо с земли зайти, либо мог бы с крыши зайти. Так, вон там еще какой-то мутант. Отсюда не видать. А, так вот он умер. Он такой хиленький был. Так, давайте сейчас сразу проверим. Есть рейдер, тварь. Я хотел проверить, нет ли тут мин. Ну, мы теперь знаем, что там есть рейдер. Блин, у него чуть-чуть грамм здоровья остался. Надо было приседать. Тогда бы двойной урон был. Ты за это заплатишь. Да где этот мутант, который говорит? Так, патроны есть. Включим небольшое освещение. Вон там где-то есть мутант. Вполне возможно, что наверху. Так, есть здесь еще кто-нибудь? Так, вот никого не видит. Значит, наверное, здесь никого и нет. Но здесь целая куча всяких разных зданий. Хочешь туда иди, хочешь сюда иди. Где-то что-то бабахнуло. Так. По-моему, я вот в это здание хотел войти, если я не ошибаюсь. Не знаю, есть здесь где-нибудь вход? Так, вот он. Хаб-360, да? По идее, вот соседнее здание. То есть, хаб-360, вон мост. Вот в то здание мне надо. Вот, видите? Так, так, так. Вот это вот здание. Есть у него где-нибудь вход? Может быть, сейчас, если вот здесь выбраться. Мне нужно вот это здание. Вот это вот. Вдоль него я сейчас иду. Ну-ка, отстань от меня. Кто там еще? Еще один мутант. Только некоторые мутанты идут только с ближним оружием, а вот у этого есть что-то огнестрельное. Так, есть тут еще кто? Вот, никого не видит. И здесь тоже, кажется, никого нет. Так, давайте обыщем трупы, крышки, патроны. Как насчет тебя, парень? Тоже есть немного крышек. Так, давайте здесь, пожалуй, поднимемся маленько. С высоты. Лучший обзор. Супер-мутант-бестия где-то что-то кричит. Так, в этот закуток входа нет. А, вот и есть. И здесь у нас тайник с крышками, патроны, карандаш. Карандаш нам не надо. Так, больше ничего интересного. Какая-то лежанка, бафаут и немного пива и вина. Так, пойдемте дальше наверх. Вот, эту крышу я видел. Здесь у нас... Так, вот, собственно говоря, мы вернулись на крышу. И теперь давайте зайдем в то здание, в которое я изначально тоже хотел зайти. Это вот это вот здание. Называется оно... Называется оно разрушенный небоскреб. Так, давайте на всякий случай сохранимся. Мало ли что тут у нас есть. У нас тут есть супер-мутант-бестия. Вероника вот где-нибудь там на втором этаже тусит. У нас наша напарница ходит с этим, с оружием, с гамма-пушкой, которая бьет радиацией. У мутантов наверняка очень хорошая защита от радиации. Так что им ее пушка, наверное, ну, практически урона не наносит, я так думаю. Так, здесь у нас есть крышка. Больше я ничего вообще тут интересного не вижу в этой кладовой. Можно собачатина взять, потом приготовим. Все, знаете, как бы готовить. Я тут люблю в Fallout, и тут за то, что ты готовишь пищу, ты получаешь опыт дважды. Ну, как бы не то, что опыт. Нет, ты просто получаешь опыт за то, что готовишь пищу. Ну, еще вдобавок получаешь еду, которую можно использовать как аптечки, да. Так, есть у нас здесь лифт, и есть у нас тут еще какой-то закуток, в котором ничего нету. Вообще ничего нету. То есть нам идти, собственно говоря, некуда. Либо на выход, финансовый квартал. Это мы оттуда, да, зашли. Либо, короче, я бы не назвал это финансовым кварталом, это просто какой-то мост. Либо, короче, зайдем в лифт. Лифт к нам поднялся снизу. То есть мы сейчас просто опустимся, я так понимаю. И он, говорит, подъем. Мы что, поднимаемся? Блин, там гранаты. Что-то там как-то опасно. Мне даже выходить сюда неохота. Но здесь никого нету. Он с кем-то перестреливается, что ли? Иначе зачем они кидали гранаты? Там стрелки. Блин, еще мутант. Гранаты кидаешь? А вот тебе граната. Давай сразу две для верности. Коктейль молотова возьмем, пригодится. Так, что-то мы какой-то круг, что ли, сделали. Да, я, по-моему, по кругу прошелся и вышел. Ну, давайте вот в этот туннель слоем. Единственное, что будем сразу по пути собирать. Тут, что у ребят есть патроны. Это, по сути, та же валюта. И осколочная граната, это тоже. Мало веса, много денег. Так, лазерный пистолет. Ядерная батарея. Так, здесь есть еще один лифт. И какие-то двери, которые, наверное, не откроются. Что, нам только сюда, да? Больше некуда. Одиннадцатый этаж. Смотрите, здесь куча значков красных. Но это, видать, вот там, куда мы сейчас приедем. Так, Хейт, надо перезарядиться. У меня всего четыре патрона. Там еще кто-то сверху стреляет. Блин, остановить этого чувака. Даже выходить из этого лифта неохота. Эй, привет, чувак. Можно тебе как-нибудь в голову попасть? Вот в голову хочу. Все, больше тут никого нет. Что у вас есть? Батареи. Это хорошо. Батареи, стимуляторы. Крышка, блин. Еще один. Батареи. Батареи. Да, парню, кажется, стало нехорошо. Здесь чисто. Так, здесь у нас путь наверх. Давайте пока что посмотрим. Так я мог его так пройти. Зачем эту дверь скрывать? Ну, разве что. Затем, чтобы опыт получить. А так, это бесполезная дверь. В Палауте есть такие, знаете, типа как шутки. Я не знаю, двери, которые вскрывать вовсе не обязательно. Так, будильник. И у меня перегруз. Камера. Так, как насчет тебя, Кейт? Можно тебе что-нибудь дать потаскать? Ты уже у нас девушка сильная, да? Правда, я тебе и так уже навалил целую кучу всего. Может быть, тебе и не влезет. Сейчас посмотрим. Ага, у Кейт слишком тяжелый груз. Ну, тогда придется мне что-то выкидывать. Я даже не знаю, что бы нам выкинуть такого. Что бы мне такого выкинуть? Может быть, у меня есть какое-то ненужное оружие. Короткий инвекционный карабин. Удар боксера. Нет, это слишком. Ракетница. Так, нет, это все нужные вещи. Так, я даже не знаю. Вот эту вещь надо было, по идее, где-нибудь в городе оставить. Или погодите, это моя винтовка, которой я сейчас пользуюсь, да? Блин, мне бы вообще вкачаться, знаете, мне всегда надоедает. У меня всегда веса не хватает. Вкачать бы что-нибудь такое, чтобы это было легче. Вот у меня от Т-45 брони есть. А, они ничего не весят. Запчасти. Воровская боевая броня для брони. Ну, это хорошая вещь для продажи. Талисман. Это хорошая вещь, в принципе, чтобы где-нибудь в городе скинуть. Я просто много всего таскаю. Такого халата я вот лабораторный тоже брал, чтобы жителей в каком-нибудь городе одеть в эти халаты. Они, в принципе, немного весят. Ну, вот у меня куча всякого хлама, который было бы неплохо где-нибудь время от времени сбрасывать. А я вот что-то забываю. Хотя бы между своими видео мог бы бегать эти вещи скидывать. А вот сейчас я даже не знаю, чтобы такого выкинуть. Зеленая краска. Ну, здесь ничего-ничего не весят. Ладно, я за кадром подумаю. Ну, ладно, давайте вот так. Бог с ними, с вентиляторами, сталь, шестеренки. Этого добра у нас хватает. Вот это вот мы сейчас... Так, а как тебя выбросить? А, это мы сейчас в обмене. Это надо в инвентарь зайти. Сейчас мы что-нибудь из хлама тогда скинем. Где тут у нас АБВ? Вентилятор нам, в общем, не нужен. Так, а тут я вообще не вижу вентилятора. Шестеренки, пружины. Кристалл вещь хорошая. Кристаллы мы не будем скидывать. Сталь, пластмасса, азбез. Это можно выбросить. Стекло. Ладно, со стеклом у нас вроде тоже нету проблем. Здесь кристалл, оптическое волокно. Это оставим. Масло. Масло вещь полезная. Вот, настольный вентилятор. Вот это мы, в общем, выбросим. Вот так вот. Теперь у нас есть место. Но у нас вообще нету места, чтобы что-то новое взять. Наверняка что-то новое, хорошее, интересное будет. Ну ладно, я думаю, мы сейчас можем, наверное, быстренько наш выпуск закончить. Блин, вот настольный вентилятор. Я их привык обычно брать с собой. Ну да ладно. И что, мы залезли сюда наверх. И здесь, я думал, здесь что-то будет. А здесь ничего нет. Это что такое? Тупиковая ветвь эволюции. Здесь больше ничего нету. Здесь тупик, что ли? Собственно говоря, зачем мы спрашиваться сюда? Прошли. Эту дверь никак нельзя открыть. Так, может быть, здесь как-то поверху куда-нибудь. Пропустите меня. А вот сюда, да, мы не ходили. Финансовый квартал. То есть мы теперь можем выйти в финансовый квартал. Как бы прошли через это здание и выйти где-то в другом месте. Ну давайте посмотрим. Так, вот, друзья. И выходим мы. Куда мы выходим? Так, у меня тут маленько подтормаживается. Видно, карта догружается. Выходим мы в место, где брои трейдеры. Есть еще кто? Где-то вот там есть. Прямо, наверное, под нами где-то. Так, Кейт, отойди. Я маленько прогуляюсь, посмотрю, что у нас здесь есть. Так, вон есть у нас рейдер. Здесь у нас есть стрелок-новобранец. Здесь у нас есть пушка. Даже брамен есть. Так, ну все. Запомнили всех? Скрытная атака. Одного убили. И здесь у нас еще целая толпа стоит. Бабах. Давайте одного за другим, пока они не поняли, откуда ведется огонь. Этот понял, но уже поздно. Так, что у нас еще? Что-то есть? Есть кто еще? А, Туруэль точно. Про Туруэль забыли. Так, вот такое вот интересное место. Так, я куда-то тут забрался. Какое-то интересное место. Так, с этой стороны кого-нибудь видно? Вот отсюда уже никого с крыши не видать. Можно вот туда опять же на мост этот забраться. Это, наверное, как раз и есть тот мост. Вот он, да? Вот это здание, а вот этот мост. На котором мы были в начале этого видео. Так, можно вот здесь погулять. Так. Кто где стреляет? Ага, вот вижу. А по кому? Она не по мне стреляет. Или она по мне пытается попасть? Вон есть Брамин. Но Брамин мне не враг. Брамина я убивать не буду. Ну, там внизу, в общем, территория рейдеров. Можно туда спуститься, осмотреться. Но я думаю, уже выпуск заканчивать так просто. Напоследок хочу маленько пробежаться. Тут по крышам поглядеть. Что у нас есть. Вроде тут ничего особо интересного. Вообще, Fallout интересен тем, что тут действительно можно как-то маленько там где-то попаркурить. В какое-нибудь интересное место забраться. Что-нибудь типа опа. Опа. Потом туда опа. И там можно случайно вылететь с крыши и ногу сломать. Так, здесь тоже ничего нет. Это вот отсюда, да? Я сюда пришел. Так, нет, не отсюда. Ну, в общем, ладно, друзья. Я думаю, на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Вот я, кстати, сейф нашел. Средний уровень сложности. В общем, если вам понравилось, подписываемся, ставим лайки. Ну, а я на этом закончу. Только покажу вам, что у нас в этом сейфе хранится. Да и сам посмотрю. В этом сейфе у нас деньги, патроны, патроны, патроны и серебряная столовая ложка. Почти ничего не весит. А стоимость у нее нормальная. Серебро все-таки. Ладно, друзья, на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok